Малолетний убийца, от преступлений которого кровь стынет в жилах. Ему было всего 15 лет, когда впервые изнасиловал и убил трехлетнюю девочку. Кто он, страшный маньяк, орудовавший в 1930-х годах в Свердловске. Родился Владимир в 1923 году в Свердловске. Семья по тем временам считалась обеспеченной. У родителей имелся частный дом в центре города, мальчик всегда был хорошо одет. Ему давали карманы и деньги при аресте, было изъято 20 рублей, что составляло заработок рабочего за два дня. Отец, Венечевский Георгий Иванович, был мастером в городском коммунальном хозяйстве. А мать, Елизавета Ивановна, работала счетоводом. Учился Вова в школе номер 16, успеваемость была низкая, он часто оставался на второй год. Одноклассники, среди которых был и прославившийся впоследствии скульптор Эрнст Неизвестный, характеризовали парня как нелюдимого и застенчивого. К тому же, он еще и немного заикался, что, конечно же, не добавляло желания общаться со сверстниками. Замкнутость почти всегда свойственна детям с дефектами речи. На допросе в 1939 году Эрнст Неизвестный, бывший, наверное, самым близким другом Венечевского. Мальчики вместе ходили в кино, на концерты, бывали друг у друга в гостях. Рассказал, что Владимир не любил стандартных для каждого подростка разговоров о девочках. Он признался другу, что его не тянет к ровесницам, и он никогда не имел с ними сексуального контакта. Но о том, к чему же его на самом деле тянуло, парень благоразумно предпочел умолчать. Впервые мальчик почувствовал тягу к убийству в 1938 году, когда ему было всего 15 лет. Причем это было непосредственным образом связано с сексуальным желанием подростка. Известно, что в таком возрасте у юноши наблюдается повышенный интерес к девушкам, его тянет на разговоры об этом. Как уже говорилось, Венечевский был совершенно иным. Он чувствовал, что его тянет к детям. Поначалу Владимир пытался заигрывать с соседскими детьми. Возясь с ними в песочнице, он понял, что испытывает особое возбуждение лишь тогда, когда руки его касаются головы и шеи ребятишек. Парень стал предпринимать попытки слегка, как будто бы играя, душить малышей. Дети жаловались родителям, но этому тогда не придали особого значения. Первое преступление Венечевский совершил летом 1938 года, однако имен пострадавших мы не знаем, так как родственники их не обратились в милицию. По словам самого маньяка, тем летом он убил двоих детей. Возможно, родные пропавших побоялись подавать заявление, время-то было тяжелое, 1930-е годы. Итак, постоянные аресты, ссылки, расстрелы. Родители, скорее всего, полагали, что в смерти их детей обвинят их самих, так же проще. Боялись навлечь на себя подозрения, боялись судебного произвола. А тем временем маньяк продолжал свой кровавый путь. Почти четырехлетняя Герда стала первой достоверно известной жертвой убийцы. Ее семья жила по соседству с Венечевскими, и девочка хорошо знала Владимира. Поэтому не удивилась, когда 12 июля тот вошел к ним во двор, взял ее за руку и предложил поиграть в огороде. По сути, преступник и не похищал ребенка. Все произошло в непосредственной близости от дома, в котором находился старый дедушка девочки и ее сестра Ираида. Родители же в этот вечер решили провести время вместе и пошли в городской театр. Малолетний маньяк придушил свою жертву и попытался изнасиловать. Однако вскоре понял, что это невозможно по физиологическим причинам. Впоследствии он станет практиковать трение гениталий от тела ребенка. Хотя и это было не всегда необходимо, в основном все происходило в момент душения. Все это он подробно опишет на допросах. Убив ребенка, Венечевский решил, что этого мало, и выхватив нож, нанес девочке несколько ударов по голове. Но оружие сломалось у него в руках, оставив в черепе жертвы небольшой осколок. Потом его изымут как улику, надеясь, что преступник будет вновь использовать то же орудие. Но Владимир выбросил нож сразу после убийства. Тело Герды было найдено не сразу. Сначала внучку пытался отыскать дед, уже почти ночью к поискам присоединились вернувшиеся из театра родители. Утром отец пошел на работу, взял отгул и продолжил искать. Два раза Петр Грибанов приходил и в милицию. Но к пропаже детей в то время серьезно не относились. Милиционеры даже не стали фиксировать произошедшее. Тогда в полной мере работал принцип «нет тела». Только 16 июля погибшая девочка была обнаружена во дворе собственного дома под кустом черемухи. Нашел ее 12-летний подросток Вася Молчанов, который жил по соседству. Тело было старательно прикрыто одеждой и лопухами. Правая рука и часть правой ноги были отрезаны и аккуратно уложены рядом. Кстати, Владимир приходил смотреть на то, как тело Герды забирала милицейская машина. Собралась толпа зевак, соседей, случайных прохожих, юноша затерялся среди них и с любопытством наблюдал. На суде он признается, что лишь в этот момент ему стало жалко девочку не как знакомую, а как ребенка. Читая акты о расследовании страшного преступления, начинаешь понимать, чего же боялись родители предыдущих жертв Веничевского, которые даже в милицию не обращались. Под подозрение в убийстве девочки тут же попали. Ее родители и дед Михаил. Дескать, почему дедушка, обычно навещавший внучек лишь раз в год, приехал именно в этот день? Почему отпустил сына с невесткой в театр? Почему сразу же после убийства уехал, захватив с собой старшую внучку Ираиду? На самом деле все логично. Дед жил в Челябинской области, годы немолодые, часто ездить не мог. Логично и то, что Грибановы, имевшие двух детей, решили воспользоваться приездом Михаила Андреевича и провести хоть немного времени вдвоем. Логично и то, что дедушка забрал внучку, зачем ей лишний стресс. Да и время летнее, пусть порезвится на природе. Но доблестная советская милиция все это интерпретировала как действие по подготовке родителями убийства собственной дочери. Как ни парадоксально звучат эти слова, но такая версия действительно существовала и считалась основной, пока не появились другие подозреваемые, тот самый нашедший Герду Василий Молчанов и его дружки. Четвертой пострадавшей от рук Венечевского была девочка, имя которой выяснить не удалось. В пятый раз маньяк впервые изнасиловал мальчика. Как подлинному педофилу, пол ребенка был ему не важен. Скорее всего, этот ребенок выжил, но личность его также не установили. 10 февраля 1939 года Владимир похитил четырехлетнего Борю Титова. Мать ненадолго зашла в дом, оставив старшего семилетнего Натана присматривать за братиком. Но когда через минуту вышла, Бори уже не было. Положительную роль сыграло то обстоятельство, что молодая Фаина не растерялась, а быстро сообразив, что ребенка украли, бросилась в погоню. Она успела заметить высокого молодого человека, который стремительно перебегал улицу, катя за собой санки с ее малышом. Преступнику удалось оторваться от погони, и мать сразу же побежала в милицию. Там к ее заявлению отнеслись сочувственно и выделили отряд для прочесывания местности. Один из милиционеров, осматривавших территорию в поисках улик, вдруг услышал тихий стон, который вскоре повторился. Не было сомнений, что звук доносился из близлежащего большого сугроба. Мужчина разрыл его и увидел раздетого ребенка, который лежал лицом вниз. Нос и рот его были забиты снегом. Еще немного, и мальчик бы просто задохнулся. Малыша немедленно доставили в отделение, куда вскоре прибыла и его мать. На теле ребенка были отчетливо видны следы удушения. Однако никаких следственных действий по факту предпринято не было. Хотя даже неопытный следователь обратил бы внимание на то, что убийство Герды и похищение Бори территориально разделяло всего-то 250 метров. Насильники ведь всегда действуют на привычные для них местности. А тем временем маньяк продолжал свои действия. Следующей стала трехлетняя Катя Лобанова, жительница Кушвы. Тело убийца выбросил в выгребную яму, чтобы скрыть запах разложения. Вскоре Венечевский придумал новый хитроумный план – похищать детей и доставлять их для изнасилования и убийства в отдаленные лесные массивы. Там он забрасывал трупы ветками для того, чтобы усложнить поиски. Эту тактику преступник применил по отношению к четырехлетней Лиде Суриной и трехлетней Вале Камаевой. При этом привычные ему убийства в городе, поблизости от собственного дома, Владимир также изредка практиковал. 12 июня 1929 года была похищена Аля Губина, четырех лет от роду. Это был выходной, и родители девочки решили хорошенько отдохнуть, пригласили друзей, выпили пиво. Странно, что в такой ситуации игравшие во дворе девочки скоро хватились, но тем не менее это так. Мачеха Аля вовремя забила тревогу, и вся компания отправилась на поиски. Видимо, участившиеся за последнее время случаи исчезновения детей заставили местную милицию оперативнее реагировать на поступающие заявления, потому что с отцом, пришедшим в отделение, тут же выслали патруль. Через час девочку нашли, это была страшная картина. Ребенок сидел в лесу позади районной школы. Ее лицо было все исцарапано и окровавлено, а на животе зияла огромная рана, через которую можно было видеть даже внутренности. Малышку доставили в больницу, где обнаружилось, что рана еще и серьезно загрязнена, а на шее имеются следы удушения. Операция длилась 6 часов. Шансы были очень невелики, но молодому хирургу Зинаиде Негановой удалось спасти девочку. Еще несколько дней после этого жизнь ребенка висела на волоске, но потом состояние стабилизировалось. Через месяц Алю выписали из больницы. Произошедшее настолько шокировало Георгия Губина, что он дал за рог больше никогда не пить, и первые дни не отходил от постели дочери, корил себя за недосмотр. Венечевский все чаще и чаще стал практиковать выбрасывание тел своих жертв в выгребные ямы. Даже если дети были еще живы, их криков никто не слышал, и шансов спастись не было. Выбраться из такой ямы удалось лишь четырехлетней Рая Рахматулиной, преступник нанес ей около 30 ударов ножом по голове в уборной, находившейся во дворе ее же дома. Через год от полученных ранений Рая ослепла на один глаз. Последней жертвой стала четырехлетняя Таисия Морозова, тело которой также было сброшено в выгребную яму. Несмотря ни на что, убийца долго удавалось оставаться незамеченным. Помогало ему бездействие следственных органов, лишь к лету 1939 года совершенные в Свердловске убийства стали связывать в одно, и город наполнился скрытыми милицейскими патрулями. Один из таких патрулей и заметил высокого молодого человека, который нес на руках маленького ребенка. Курсанты милицейской школы проследили за парнем и застали его в лесу в тот самый момент, когда он душил раздетого мальчика. Потерпевшим оказался четырехлетний Слава Волков. Преступника задержали. Практически сразу после ареста Владимир начал давать признательные показания, причем держался очень спокойно. Он сам рассказал о 18 совершенных им нападениях, даже о тех, о которых следователи и не подозревали, сам раскрыл тайну своей записной книжки. В ней в зашифрованном виде были помечены все совершенные им страшные акции. Это кажется тем более странным еще и потому, что фактически следствию предъявить Венечевскому было нечего, кроме похищения и попытки убийства Славика Волкова. Ведь как такового четкого расследования произошедших преступлений и не велось. Видимо, сам убийца был уверен, что из-за малого возраста смертная казнь ему не грозит. А возможно, кто-то из сокамерников убедил подростка, что признание это самое лучшее, что тот может сделать. Как бы ни было, но на допросах Владимир держался с поразительным хладнокровием. Он признавал, что испытывал половое влечение к детям и сексуальное удовлетворение в момент их убийства, подробно расписывал обстоятельства совершенных преступлений. Интересно, что родители тут же отреклись от своего сына через местную газету «Уральский рабочий», потребовав применить к нему высшую меру наказания – расстрел. Но сам Венечевский такого конца совершенно не ждал. В камере он распевал песни непристойного содержания и даже подарил стихи собственного сочинения сотруднику уголовного розыска. Тем страшнее для него был оглашенный приговор, прозвучавший как гром среди ясного неба в январе 1940-го. Только сейчас малолетний маньяк осознал, что совершил страшную ошибку, так спокойно признаваясь в собственных ужасных деяниях и утверждая, что он совершенно здоров и не испытывает никакого раскаяния. Тут же пишется апелляция, в которой тон Венечевского уже несколько иной, цепляясь за жизнь, он ссылается на детские травмы, дурное влияние старшего товарища, возможные психические отклонения, свой малый возраст, лишь бы выжить любой ценой. Правда, благополучно забывает, что возраст его множественных жертв был еще меньше. Защита Владимира строилась в основном на том факте, что психологическое обследование обвиняемого в условиях стационара не производилось. В итоге преступник действительно смог выторговать себе еще несколько месяцев жизни. Его повезли в Москву в институт сербского. Кстати, мать Елизавета Ивановна Венечевская, так резко отказавшаяся от своего сына в прессе, на деле не спешила с этим решением. Она также поехала в Москву, пыталась добиться встречи с самим Сталиным, потом с Калининым, но безуспешно. Конечно, ее можно понять, каждая мать попытается оправдать и спасти свое чадо. Но вот другим детям и их родителям ее отпрыск не дал даже шанса. Находясь в институте сербского, Владимир, видимо, подученный более опытными сидельцами, пытался изображать из себя сумасшедшего. Однако специалистам, конечно же, все было понятно, и никого обмануть ему не удалось. Там же выяснились некоторые подробности относительно здоровья парня. Оказалось, что при рождении он получил травму, из-за которой впоследствии у него развелось нечто вроде рассеянного склероза, и действительно, подросток страдал забывчивостью. Вот только не в такой степени, чтобы не понимать, что он совершает. В августе состоялось повторное заседание, результатом которого стал приговор, буквально слово в слово повторявший предыдущий. Естественно, Венечевский тут же подал апелляцию, а его мать опять попыталась обратиться с письмом к Алинину. В страстном желании спасти жизнь сына Елизавета Ивановна приписала ему шизофрению, которой он не страдал. Однако и это ни к чему не привело. Поданный в высшей инстанции жалобой Владимир Венечевский выторговал себе лишь два с половиной месяца. Все это время прошение бродило по инстанциям, пока не было принято окончательное решение отклонить. 11 ноября 1940 года самый молодой, самый страшный и загадочный маньяк в СССР был расстрелян. Жалоба, написанная Венечевским, поражает до глубины души. Старательный детский почерк, трогательное исправление грамматических ошибок. И вместе с тем осознание, что это письмо ужасного и жестокого убийцы. Что толкнуло его на этот путь? Наверное, есть вопросы, которые обречены остаться без ответа, ибо никаких разумных причин для таких действий быть не может. Да, подросток был нелюдим, заикался, возможно и родители не уделяли ему должного внимания, не контролировали. Иначе как объяснить то, что мальчик постоянно разгуливал по улицам, беспрепятственно смог поехать в другой город, ему это все с легкостью разрешали. Но множеству детей тогда не уделяли внимания, тем же пострадавшим ребятишкам, погибшим как раз из-за недосмотра родителей. Все вышеперечисленные обстоятельства не ведут к тому, что человек автоматически становится маньяком. Несомненно, это некая болезнь, род психического отклонения. Однако, в первый раз почувствовав страшное влечение, юноша даже не попытался разобраться в себе, а сразу стал удовлетворять свою ужасную похоть. Насколько парень ценил свои желания и в целом свою жизнь видно и из его поведения наследствий, и из перемены, произошедшей после оглашения приговора, когда Владимир судорожно пытается найти оправдание собственным преступлением. Подлинного раскаяния Винничевский так и не испытал, чувствуя лишь животный ужас от того, что и над ним совершат то, что он делал с невинными малышами. Поэтому итоговый приговор, несмотря на всю суровость, видится справедливым.